Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем тему шаблонов. Смотрите, данные в шаблонах можно преобразовывать, используя так называемые фильтры. Подробнее о них можно почитать на странице официальной документации. Ссылка будет под этим видео. Если мы здесь вот пролистаем ниже, то увидим список различных фильтров. Вот они здесь представлены. И вот эти вот фильтры, они довольно часто используются при построении шаблонов. Давайте рассмотрим основные стандартные фильтры и посмотрим на их работу. Воспользуемся сразу же вот этим вот первым фильтром ADD. Он позволяет прибавлять некоторые целочисленные значения к числовому параметру. Например, у нас вот здесь вот в шаблоне имеется число float. И давайте к этому числу применим вот этот вот фильтр ADD. Для этого нужно прописать такую вот вертикальную черту, потом имя фильтра и через двоеточие его параметры, если они есть у этого фильтра. То есть параметры фильтра. В данном случае мы добавим к числу float число 50. Запускаем тестовый веб-сервер. Переходим вот сюда вот на главную страницу сайта. Значит, это 127.018000. И видим вот здесь вот значение 78. Почему получилось 78? Смотрите. Изначально переменный float у нас принимает число 28.56. Но фильтр ADD, он работает с целочисленными значениями. То есть он сначала float преобразует к целому числу, то есть отбросит дробную часть. У нас с вами остается 28. И к 28 прибавляется целое число 50. Получается 78. И вот это число 78 мы здесь в шаблоне непосредственно уже с вами видим. То есть, еще раз. Для применения фильтра к той или иной переменной мы должны поставить вертикальную черту, потом прописать имя фильтра и через двоеточие параметры, если они, конечно, есть. Если есть параметры у фильтра, то через двоеточие они записываются. Обычно в виде строки. Потому что строка позволяет описывать как числа, так и более сложные типы данных. Вот так вот работает фильтр ADD. Конечно, все фильтры, которые вот здесь вот приведены, мы рассматривать не будем, потому что тогда превратится в справочную информацию и толку от нее не будет никакого. Я затрону лишь некоторые. Ну, а остальные применяются очевидным образом. Конечно же, советую со всем ними ознакомиться, чтобы не изобретать велосипед при проектировании шаблонов. Итак, следующий фильтр, который мы с вами рассмотрим, это вот этот вот CupFest. Он преобразует первый символ строки в заглавную букву. Ну и давайте посмотрим, как это будет работать. Значит, перейдем сюда в шаблон. И у заголовка первого уровня, вот здесь вот, мы пропишем этот фильтр. Значит, вертикальная черта и CupFest. Значит, чтобы мы увидели работу этого фильтра, вот здесь вот, главной страницы, я пропишу с малой буквы. То есть вот так вот. Опять же, перейдем сюда вот в браузер, обновим страницу. И смотрите, вот здесь вот у нас главная страница написана за главные буквы. А вот здесь вот, обратите внимание, во вкладке главная страница идет с малой буквы. Потому что сюда фильтр мы не применяли, а здесь фильтр мы как раз применили. Существуют и другие похожие фильтры, которые переводят, допустим, все символы строки в заглавные буквы. Это у нас фильтр Upper. Получаем, значит, главные страницы за главными буквами. Или все малые. Это, соответственно, у нас будет Lover. Получаем все малыми буквами. Далее. Раз уж мы работаем со строками, то рассмотрим следующий фильтр, который называется вот так вот Cut. И позволяет удалять указанные символы, указанный фрагмент. В данном случае из строки Title будут удалены все пробелы. Значит, смотрим, что у нас получается. Действительно, пробел был удален. Но здесь указывается именно удаляемый фрагмент. Если, допустим, нам нужно из строки удалить все пробелы и все символы знака вопроса, то, как вариант, это можно сделать следующим образом. Применить еще раз фильтр Cut и указать уже вот этот символ знака вопроса. Тогда будут удалены и пробелы, и символ знака вопроса. Давайте вот здесь знак вопроса мы где-нибудь добавим в конце и посмотрим, как это будет работать. Значит, обновляем страницу и видим, что здесь ничего не изменилось. Хотя во вкладке здесь мы все это видим. И пробел, и символ вопроса. Вот, в частности, пример того, как фильтры можно вызывать по цепочке. Следующий фильтр Default для ложных значений позволяет подставлять данные по умолчанию. Допустим, у нас есть вот такая переменная MainTitle, и мы к ней применяем фильтр Default. И далее указываем параметр без заголовка. То есть, если вот этот переменный MainTitle у нас будет отсутствовать, или содержать пустую строку, и вообще являться ложным выражением с точки зрения языка Python, то вместо этого параметра будет подставлено вот это вот значение по умолчанию. И давайте посмотрим, как это отработает. Значит, перейдем сюда на главную страницу, обновляем, и вот здесь вот выше видим без заголовка. То есть, у нас перемены MainTitle сейчас отсутствуют, поэтому было подставлено вот это вот значение по умолчанию. Давайте пропишем вот этот MainTitle вот здесь вот в словаре Data. Значит, мы добавим вот этот вот ключ, и далее пустую строку я пропишу. Это тоже ложное выражение. Поэтому, если мы обновим страницу, то без заголовка у нас здесь как было, так и осталось. Однако, если мы здесь пропишем какие-либо символы и обновим страницу, то уже увидим вот эту вот строку Title. Вот так вот работает FilterDefault. Если вот это вот выражение у нас ложно по каким-либо причинам, то подставляется значение по умолчанию. Иначе вот это вот значение MainTitle. Но я вот это вот уберу, потому что это лишнее, оставлю Title. Просто я показал, как работает вот этот вот FilterDefault. Соответственно, отсюда я Title тоже уберу. Следующий фильтр, который мы с вами рассмотрим, позволяет проверять наделимость одного числа на другое. И возвращает True, если число делится нацело, и False в противном случае. Это довольно полезный фильтр, который позволяет, например, проверять число на кратность двум или трём, и так далее. Давайте им воспользуемся. И применим к нашей вещественной перемене Float. То есть вот здесь вот вместо ADD я пропишу вот этот вот фильтр. Ну и, соответственно, проверим кратность вот этого числа Float на 2. Значит, обновляем страницу вот здесь, это главное. И видим в данном случае значение True. Почему у нас получилось значение True? Дело в том, что вот этот вот Float, оно, конечно, вещественное число, но фильтр, он применяется только к целым числам. То есть он преобразовывает сначала число к целому, а потом уже смотрит на кратность двум. В данном случае 28 – это число кратно двум, поэтому мы здесь видим значение True на главной странице. А вот если мы попытаемся проверить на кратность трём это число, то, соответственно, получим значение False. Потому что 28 не кратно трём. Следующая пара фильтров – это First и Last. Они позволяют выделять первый и последний элемент списка или кортежа. Воспользуемся вначале вот этим вот фильтром First и применим вот к этой коллекции меню. Значит, вертикальная черта, и вот так вот First я пропишу. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Обновляем страницу, и здесь выделяется только первый элемент этой коллекции. Ну, а если прописать Last, то, соответственно, выделится последний элемент этой коллекции. И видим в IT. Следующий полезный фильтр – это Join. Он работает по аналогии с известным сроковым методом Join языка Python. Ну, и в данном случае объединяет все элементы этой коллекции в строку. И здесь указывается разделитель, через который мы будем объединять все эти строки. Разделитель я укажу вот такой вот. И тогда у нас на выходе получится вот такая вот строка. Далее. Следующий фильтр. Я его применю тоже к коллекции. И он позволяет определять длину этой коллекции. Ну, или длину вообще каких-либо элементов. Это фильтр Lens. Соответственно, в данном случае, если мы вот обновим и применим фильтр вот к этой коллекции, то есть к списку 1.2.abc.true, то получим значение 4. Вот мы видим здесь значение 4. Ну, и еще довольно интересный такой фильтр. Я его пропишу вот здесь вот. Значит, смотрите. Он называется Slugify. И позволяет строку переводить в так и называемый слаг. Давайте посмотрим, как это будет работать. Значит, обновим, опять же, главную страницу. И видим, что вот эта вот строка, the main page, была преобразована вот в такую строку. The main page. То есть, вот этот вот фильтр Slugify, он позволяет строки преобразовывать в так и называемые слаги. В частности, пробелы заменяются на дефисы. И все символы, они переводятся в малые буквы латинского алфавита. Вот мы и здесь видим этот результат. Ну, а с остальными фильтрами, которые здесь вот приведены, я предлагаю знакомиться самостоятельно. Они работают по аналогии. А в заключении этого занятия отмечу, что все вот эти вот фильтры, которые здесь приведены, их можно использовать не только в шаблонах, но и непосредственно в программе на языке Python. И они расположены вот в этом модуле. Значит, он называется Django Templates Default Filters. И здесь мы можем импортировать любой фильтр. Ну, допустим, вот этот вот последний, Slugify. И затем использовать его как функцию. Давайте для примера им воспользуемся. И вот здесь вот я передам еще один вот такой вот ключ, URL пусть он называется. И, соответственно, результатом будет работа вот этого вот фильтра с Logify. Ну, а здесь я пропишу The Main Page. Далее вот этот параметр URL мы выведем вот здесь вот в шаблоне Index.html. Ну, и посмотрим на результат. Обновляем страницу. И видим ту же самую строку. То есть мы применили фильтр вот к этой строке. И получили вот такой вот результат. Вот пример того, как фильтрами мы можем пользоваться в программе на языке Python и внутри шаблонов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...